Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сёстры! С вами, как всегда, я, Утец Шуморо, и добро пожаловать в Fortnite после моего двухнедельного отсутствия. Не заходил в игру вообще. Играю сейчас соло против сквадов, не знаю, что из этого выйдет, решил с тобой поболтать и посмотреть на новый скин, который появился в магазине. Зелёный, красивенький и так далее. Знаешь, пока я был в отпуске, насколько ты знаешь, вышло обновление в Fortnite, посвящённое дню рождения игры, да, дню рождения конкретно Королевской битвы или самого Fortnite, хуй его знает. Ну, в общем, я в это не вникал, появилось много-много-много-много-много-много-много-много-много всего интересного, и, соответственно, нужно это прочекать. У меня руки вообще не ходят, ну, не это как бы, да, потому что, ну, давненечко не играл, поэтому не знаю, что сегодня из этого получится. Вообще, хотел с тобой поболтать по поводу фортика. Нравится то, что развивается, нравится то, что много интереса. Здесь писосник. Писочка, ты чё, прячешься? А-а-а! Напугал! Хоррор, блядь! Склимер! Подай! Хорошо. Извини, пожалуйста, надеюсь, я тебя не напугал. Значит, играю против сквадов, как я уже сказал. Будем пробовать занимать топ-1, если у нас из этого чё-нибудь получится. Ну, а вообще, хочу порасчехлять как можно больше ребят. Как бы ты видел, да, как играется на топ-1. Сейчас не буду стараться играть прямо на топ-1, буду стараться повоевать со сквадами, да. Ну, помансить, поубивать, может быть, чё из этого получится. Потому что, в принципе, давненечко не играл. Вот. Извини, пожалуйста, рассказывай, как у тебя дела. Чё новое интересного? В Fortnite играешь, не играешь? Я сейчас для тебя, как ты знаешь, снимаю очень много разных видео. На канале выходит очень много всего. Времени на это всего нет. Ну, а так как я обещал, что тебе будет побольше интересного, чтобы ты заходил на мой канал, радовался, как бы, чтобы тебе было весело, охуенно. Ну, то есть, если ты хочешь провести время, то хуяк, у Шумора есть видосики новые, ты смотришь, как бы, ты радостный, все хорошо. Мы любим друг друга, как бы, все хорошо. Ты миллионы лайков ставишь своих, конечно же. Вот. И мы получаем удовольствие. Давай посмотрим, что есть прицелы. О, песосечка. Песосечка бежит. Маленький, хороший мой. Пиздючонок, хороший мой сладкий. Куда побежал, интересно. Давай посмотрим, в кого он там воюет и кто с ним. Есть ли у него... Опа! Америка, Европа. Здравствуйте. Здравствуйте, ловите, пожалуйста, уважаемый сэр. Здесь? Ты чё, блядь, 11 хп? Это чё было? Я 11 урона ему дал, он... Да вы издеваетесь! Тут еще один бегает рядом. Это что, блядь, такое здесь творится? Я не играл столько времени. Меня руки не слушаются. Кто там еще? Кто там еще воюет? Кто там... А, вон там, да, маленький мой. Ну, давайте. Давай мы сейчас с тобой красиво сделаем. Займем хайграунд, как говорится, в доме. И прокидаем им, да? Здравствуйте, радужные. Классно тебе чё? Знаете, бежит, бежит. Бот, блядь, какой-то, смотри. Ботов в игре нет, кстати. Это, скорее всего, какой-нибудь мобильный игрок. Знаете, бежит. Прямо радостный, мой хороший. Смотри, там еще один. Здравствуйте, здравствуйте. Пулеметчица. А, они что, пулеметчица? Нихера себе! Это я понимаю, в город пришел. Вот так бы всегда, понимаешь, приходить в город и получать удовольствие. Так вот, в Фортнайте новое обновление. Вот этот скин мне очень сильно понравился. Довольно красивый, такой симпатичный, сексуальный. Как мне кажется, имеет место быть. Хотелось тебе снять как раз с новым скином. Знаешь, многим ребятам нравится, когда что-то новое показываешь, да? Какие-то новые скинчики, херенчики. То есть, реально выглядит интересно. Этот скин очень классно выглядит сзади. То есть, я вообще на жопы мужские не люблю смотреть. Ну, как бы, в принципе, в силу своей ориентированности. Блядь, ориентации. Ориентированности, блядь. Сказал, так, здравствуй. Сейчас, секундочку. Вот, на мужские жопы смотреть не очень люблю. Ну, вообще не люблю. Точнее, а точнее, вообще не смотрю. Но, тем не менее, многим ребятам нравится смотреть вид сзади персонажа. Че у тебя здесь пулемет охуенный, пулемет, блядь, радостный. Не, нахуй пулемет. Давай возьмем аптеку. И будем честить, хантить. Вон он, вон, писосник. Че-то... Че он делал? Вон джимпад хотел поставить, по-моему, не? Или он так забежать решил вовнутрь? Ёлкин, моталочник. Ну, давай чекать. Будет ли он выходить откуда-либо или нет? Вот. А так Fortnite весело, интересно, охуенно, как всегда, да. Но я вот сейчас занят тем поснимать, то поснимать. Тут столько всего, столько всего. Понимаешь, еще мне так понравился No Man's Sky. Просто пиздец. Такая игра божественная. Просто там столько всего наворотили. Я просто в охуе. В ней жить надо, блядь. А не играть в нее, понимаешь? Вот такая-такая она затягивающая игра. Смотрел видосики по No Man's Sky? Если нет, заходи на канал, посмотри. Тебе, я думаю, понравится, потому что, ну, игруха реально великолепная. Просто, блядь, да, вот это сделали. Вот это молодцы, вот это охуенно, вот это нравится. Вот это да, не вообще, блядь. Вот это да. И, соответственно, как бы, таких разработчиков должно быть больше, на мой взгляд. Чем больше таких разработчиков будет, тем охуеннее мы будем себя все чувствовать. Чем больше будет интересных игр, тем интереснее мы будем себя чувствовать. В голодных играх сейчас топ. Безусловно, Fortnite. Потому что папка посасывает в силу своих оптимизаций, сетевых синхронизаций. И прочая херня. А Фортик, конечно, топовая игра. Пока лучше не придумали. Здравствуйте, блядь. Ой-ой-ой, прошил меня. Что-то я вообще к нему еще не... Ой, хорошо, тебе больно, да, маленький мой, сладкий, хороший мой? Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Стройся, блядь! Что я делаю? Что я... Где ты? Где ты, пися? Охуеть! Слушай, я заболтался с тобой со... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, спасибо большое. Бля-бля-бля-бля. Бля-бля-бля-бля. Слушай, хороший был тигринный-то, на самом деле. Ну и вот, о чем мы с тобой разговаривали. Про голодные игры, да, в целом. На самом деле, я не знаю. Мне кажется, что... Чтобы обогнать Fortnite, да, какой-нибудь игре, которая сейчас выпускается, всякие разные хуязные, да, пытаются в этот жанр ворваться. А, значит, ну, у них это... Так, хорошо. Опа-опа-опа. Опа-опа. Там разрекламили какую-нибудь игру, бля-ть, впарили, ее купили, все охуенно, бля-ть, нравится нам. На нас купили игру, все заебись. Вот. А они удовольствие получили. А игрокам, чтобы получить удовольствие, им нужно уже, понимаешь, уровень качества. Уровень качества, это все-таки Fortnite, в первую очередь, да. Уровень качества по сетевым синхронизациям, по получению удовольствия, по режимам и так далее, и тому подобное. То есть, это топ. Да, вот возьмем. Мы сегодня с тобой поговорим про голодные игры. Сейчас выпускаются на мобилках-хуилках. Очень многие, кстати, играют в PUBG Mobile. Судя по ребятам, которые мне пишут, мне уже... Ну, не то, что задолбали. Нет, ты меня не долбаешь, как бы, не думай. Я про то, что очень многие ребята реально мне пишут в комментах, что вот, блядь, PUBG Mobile. Я просто понимаю, что сейчас народ, как будто, знаешь, стал помешанным на голодных играх. Это, наверное, это пройдет. В любом случае это пройдет, да, мое ощущение. Но сейчас это такой всеобщий тренд. Все ебенят в голодные игры. Ты знаешь, я боюсь слово такое называть, вот если честно, мое мнение. Но идет какая-то всеобщая деградация. То есть, умных интересных игр, где нужно думать, люди интересуются меньше. Всем все хотят просто подеградировать, блядь. Умер, прыгнул, умер, прыгнул, лут, а, лут, заебись. Уровень 3 лучше, чем уровень 2. Синяя пушка лучше, чем зеленая. О, фиолетовая лучше, чем синяя. Оранжевая лучше, чем фиолетовая. Я залутаюсь и буду брать топ-1. Не. Как будто, знаешь, я не знаю, здесь столько прекрасного всего выходит. Столько прекрасного. Нужно нам посмотреть на это все, понимаешь? Многие забывают просто, сколько игр есть интересных. Кстати, вот ты любишь адреналин, гонки там, например? Я вот хочу всякие гоночки тоже поснимать. Что-нибудь такое вот интересное, чтобы нравилось, понимаешь? Качественных продуктов сейчас, кстати, стало намного больше. Вот начало 2К18 возьмем. Все обоссано. То есть, абсолютно все обоссано, да? То есть, ну, вышло какое-то куски говна, да? Тот же PUBG с лагами, багами, глюками. Ну, в принципе, ладно. То есть, он был интересным на начальном этапе, когда были другие, скажем так, не то, что ТТК. Пушки стреляли по-другому. Было интересно играть, механика была интересная. Ну, потом это все заебывает, естественно. Fortnite всегда что-то новое добавляет. Ты всегда чувствуешь новую механику. Вот сейчас в руках у меня, например, P90, с которой я вообще ни разу не играл. Поэтому не знаю, что из этого получится. Так, давай вот так вот сделай. Вот, и, соответственно, сейчас идет какое-то, мое мнение, всеобщая деградация на темноволну голодных игр. Не знаю, вот нравится людям и все, блядь, и все, вот как ты к этому относишься? Тебе нравится смотреть, играть. А во что ты вообще играешь? Вот если так. Я понимаю, что многие ребята смотрят видео просто, ну, у меня вообще канал такой. У меня игра всегда на фоне, то есть, больше всего, да, 50%. То есть, я обычно либо с тобой о чем-то болтаю, либо по игре говорю, либо что-нибудь еще. То есть, ну, я понимаю, что мой канал ты смотришь и так, как бы, не играя в игры, да, многие так делают. А кто-то есть, знаешь, такие задроты прям жесткие такие, ебать. Я их прихожу только на папки, я смотрю только папк, потому что это папк, потому что я играю в папк, папк. Блядь, папка, один папк, утром папк, вечером папк, днем папк. Блядь, всегда папк, папка моя жизнь. Ну, то есть, ну, есть такие по Фортнайту, есть такие по... А ты вот во что играешь? В стратегии какие-нибудь хуяги. А там, я не знаю, гоночки-хуёночки. Мне вот интересно, во что вы играете, ребята? То есть, кто смотрит мои видео. Все, я высказался, блядь. Сейчас берем топ-1, короче, получаем наслаждение, все у нас охуенно. Нравится ты, миллион тысяч лайков уже свои прожал, и все как бы хорошо. Вот, и по поводу деградации, да, мое мнение сейчас такое, потому что, ну, слишком много голодных игр, слишком много разработчиков пытаются влезть в эту индустрию на волне хайпа, который произошел сначала с папк, теперь по Фортнайт самая популярная в мире игра по сути. Да, ты представляешь? Охуеть вообще. Вон, и, соответственно, все хотят урвать свою частичку игроков, которых заебали те или иные продукты, которые сейчас являются в центре внимания. Ну, например, вот тот же самый Фортнайт, потому что... Но игры надоедают. Человек-скотина такая, как бы. Ты не можешь делать одно и то же. Я вот, я вот не знаю, у меня есть на канале зрители, которые смотрят меня уже несколько лет. Понимаешь? И они смотрят, и будут постоянно смотреть. Возможно, что-то изменится потом. Но, тем не менее, эти люди, я вам благодарен, большое спасибо. Во-первых, хочу сказать, что ты приходишь на все мои видео, смотрим, я прям знаю даже многих по никам. То есть я вижу этих людей, они мне пишут на почту, они там это... Их тысяч, наверное, ну, тысяч сорок-пятьдесят таких. Вот ребята, которые, может быть, сейчас уже побольше. Ну, база от тридцати до шестидесяти. Где-то так, да? Вот это люди, которые с годами пришли, и они смотрят, и они каждый день им это нравится. Но все равно, понимаешь, ты же понимаешь, что когда-то что-то надоест. Поэтому, если бы я, например, ориентировался только на одну игру или на один жанр, или вообще канал был ориентирован только на одно, да все, пизда каналу. Как бы, понимаешь? Да и мне самому будет это неинтересно. Представляешь? Хуярить, например, пять лет в одной... Я, кстати, не понимаю таких людей. Пять лет играют там в одну игру и только в одну игру. Ты представляешь, сколько всего интересного мимо тебя, сколько удовольствия мимо тебя проходит. Чё-то у нас с тобой сегодня какой-то... Так, давай мы сейчас немножко ресиков здесь пофармим. А чё-то у нас какой-то сегодня с тобой слишком попиздительный Fortnite. Мне это, кстати, нравится. Мне это, кстати, нравится. Тебе нравятся попиздительные ролики? Или тебе нравится молча, блядь? Геймплей with no sound, блядь. Знаешь, на ютубе есть такое? Геймплей with no sound... With no comments. А ты знаешь, что-то такое смотрит. Ну, потому что хочет посмотреть чисто на игру. Поиграть не может, но смотрит... Геймплей with no comments, блядь. Заходишь на этот ролик, блядь, и там кто-то тупит в игре, блядь, жестко полчаса, нахуй. И ты такой охуеваешь, блядь. Сколько ты можешь тупить-то, блядь, нахуй, блядь? Целый час просто тупить, блядь. Ну вот сделай вот так. Так, кстати, многие на мои ролики приходят и говорят, шумуру, блядь, ты что такое не внимать, блядь? Я не могу, ты меня бомбит, дайте тебе, шумуру, блядь. Когда ты no comments, ты не рассеиваешь свое внимание на попизделки, понимаешь? Ты не генерируешь мысли, не генерируешь фразы, не... Ну, ничего не генерируешь, блядь. Ты только в игре как можно тупить with no comments, блядь. Извините меня, пожалуйста. Если бы я был, блядь, with no comments, нахуй, я бы вообще там, я не знаю, все бы идеально делал. У меня все внимание было сосредоточено только на игре. No comments, блядь. Извините, пожалуйста, меня, пожалуйста. Я за то, чтобы был не сдержан. Ну, сейчас наша ситуация какая, по игре немножко сейчас поговорим. Сейчас мы бежим в узенький круг, как настоящий мужчина. В узенький круг попадаем, осматриваем там ситуацию, если что, на кого-то агримся. И, соответственно, наша задача пробиться в топы. Топ-1, топ-2, топ-3. Хочу топ-1, конечно же. Но это уже дело везения, так играю против сквадов. Может попасться 2-3-4 тигриных льва, которые будут разрывать меня в жопу со всех сторон. Я не смогу застроиться. И получится печаль-беда, бла-бла-бла. Я не убью никого. Все, ролик провален. Но нет, этот ролик не будет провален по той причине. Потому что я с тобой поговорил о многом, задал тебе очень много вопросов. Она с тобой радостная охуенно, все хорошо, да? Да, вообще, как бы. Или нет? Или нехорошо? Че тебя не устраивает? Я знаю, сейчас кто-нибудь в комментах напишет. Шмур, ты много пиздишь. Вот че меня не устраивает. Много пиздишь. А если бы я мало пиздил, тебе было бы интересно приходить на мои ролики? Вот подумай сам. Понимаешь? Много пиздишь или мало пиздишь? И средний пиздишь. Какой должен быть шкала? Мало пиздишь, средний пиздишь или много пиздишь? Вот. Это надо как бы понять. Нужно найти, наверное... Не, можно вот так вот, смотри. Можно так вот. В доме челик. Да. Челик бежит. Стреляю. Челик упал. Челик почти мертв. Слушай, а мне нравится вот такое. Блядь, ты умирать будешь, там нет, нахуй. Мне нравится, знаешь, такое... Вообще силы не тратишь на вкус. Нахуй делиться энергетикой на видео, блядь. Нахуй, блядь. Нахуй, просто вот так. Ты знаешь, и никто такое на ютубе смотреть нахуй не будет, потому что так можно поиграть самому. Понимаешь? Чувствуешь разницу? Так, значит, пиздюк пошел наверх. Я у него все снял. Мне очень хуево, потому что я его не добил. То есть я говно вонючий в этой ситуации, да? То есть я нехороший человек и чувствую себя плохо. Я деморализован уже на этой катке. Хотя мы уже с тобой в топах. Все у нас довольно хорошо, все прекрасно. Значит, сейчас меняем позицию. Ближе к кругу. Пробуем отрабатывать и, соответственно, получать от этого удовольствие. Вот. Мы с тобой так много обо всем сегодня разговариваем. Смотри, как у нас охуенно очень радостно нравится. Да, вообще, блядь. Да, вот я понимаю, вот это, блядь, вот это весело, охуесело мы устроим. Месиво, блядь, кто меня стреляет. Пошел нахуй, у меня есть стенки. Ладно, побежали. Короче, сейчас уже не буду пиздеть реально много, потому что ситуация накаляется. Напряженочка у нас идет, да? То есть напряженную ситуацию нужно разруливать, как бы, напряженной игрой, как мне кажется. Вот там вот пиздюк наверху. И, возможно, у него есть друзья, потому что все-таки... А, четыре человека уже осталось. Четыре человека. Это достаточно мало. Давай-ка мы ему опять поможем. Точнее, снова. Где, блядь? А-а-а. Гости? Ко мне. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, надо его шотнуть. Надо его шотнуть. Блядь! Это плохо. Чего? Там еще вон бежит вниз. Блядь, это его друг или не друг? Не бейте! Я один! Блядь, там с кем-то... Кто в кого вообще? Понеслась нахуй! Блядь! Так, прошивочка идет. Прошивочка. На хуй, на хуй, на хуй. Пошли на хуй! Так. Блядь! Чуть-чуть! Патрики, говно, пушка! Нет. 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 Это видео не может так закончиться. По 90-го... Мы с тобой прекрасно пообщались. Я пойду попью чай. И тебе того же желаю. Желаю тебе дальнейшего приятного просмотра. Ставить лайк и пока! Пока!